Поскольку мы знаем, что если объект на картинке есть, то его центр находится в пределах этой картинки, предлагается навесить на эти выходы тоже функцию активации сигмоиды. Тем самым ограничив x-центр и y-центр нулем и единицей. При этом 0 это будет левый нижний угол. Если у нас x-центр будет равен 1, это означает, что центр кота находится вот здесь. Означение 0,5 будет означать, что центр кота находится по середине картинки по координате x. То же самое для координаты y. 0 будет обозначать нижний левый угол, а единица будет обозначать верхний левый угол. Таким образом мы сможем задать центр кота относительно картинки. Вот зачем нам нужно было ограничение, что если центр кота находится в пределах этой картинки, то объект на картинке есть. А если центра кота нет на картинке, то и кота на картинке нет. Дальше. Ширина и высота. Можно сделать так же, как мы сделали с центром объекта, то есть навесить на выходы, которые соответствуют ширине и высоте кота, сигмоидные функции активации. Но мы с вами сейчас рассмотрим несколько другой случай. Мы рассмотрим тот случай, когда нам нужно оценить размер кота по его небольшой части, если при этом центр лежит в пределах картинки. Предлагается высоту и ширину оценивать следующим образом. Высота и ширина это экспоненты от соответствующих выходов из нейронной сети. Почему так? Потому что высота и ширина ограничены снизу нулем, а сверху, по идее, они ничем ограничены, быть не могут. Объекты могут быть достаточно большими, даже больше размеров картинки. Соответственно, у нас хорошая функция активации будет для таких случаев. Это экспоненты, которые всегда больше нуля, но при этом не ограничены сверху, в отличие от сигмоида. Мы с вами определились с функциями активации для этой задачи. Теперь попробуем записать функцию потерь для того, чтобы решать эту задачу. Понятно, что поскольку у нас здесь сигмоидная функция активации на выходе, то на вероятность хорошо навесить функцию потерь, которая называется бинарной кросс-энтропией. И эта бинарная кросс-энтропия будет сравнивать нам выход из сети сигма от y0 и индикатор того, что действительно на картинке есть код. То есть, если он есть, там будет стоять единица, если его нет, там будет стоять ноль. Какие же функции потерь навесить на координаты центра, x-центра и y-центра? Здесь можно рассуждать похожим образом. x-центра и y-центра у нас от нуля до единицы. Поскольку там сигмоидная функция активации на x-центра и y-центра, то мы можем использовать тоже бинарную кросс-энтропию. При этом нужно заметить, что здесь таргетные значения, вот эти, могут отличаться от нуля и единицы. Нужно отметить, что бинарная кросс-энтропия вполне хорошо справляется с задачей регрессии, а не только когда таргет это ноль или один. Ну и остались у нас ширина и высота. Какие функции потерь повесить на ширину и высоту? Можно, конечно, сделать средний квадрат ошибки, предсказанной ширины и высоты. Но можно сделать несколько по-другому. Допустим, у нас небольшой объект на картинке, и мы ошиблись в два раза. То есть предсказали, что высота этого объекта будет в два раза больше. И если у нас большой объект на картинке, и мы ошиблись в два раза, то есть предсказали, что объект тоже будет в два раза больше, как сделать так, чтобы ошибки были одинаковые? Но это сделать можно следующим образом. Мы можем взять то, что получается у сети, не после функции активации, а именно на выходе из сети, и сравнивать при помощи средней квадратичной ошибки с логарифмом ширины. Таким образом, мы будем учитывать относительную ошибку для этого объекта. И то же самое для высоты. Мы можем измерять средний квадрат ошибки между тем, что мы предсказали, и логарифм высоты объекта. Таким образом, мы одинаково штрафуем одинаковые масштабы ошибки. Итак, окончательная наша функция будет выглядеть следующим образом. Во-первых, это будет бинарная кросс-энтропия, которая приходит отсюда. Плюс один, когда объект на картинке есть, и ноль, когда объекта на картинке нет. Поскольку мы для нашей обучающей выборки знаем, есть у нас код на картинке или нет, то мы можем здесь вполне себе использовать этот индикатор. Если у нас есть код на картинке, в этом случае мы штрафуем и отклонение для его центра, и отклонение для масштаба ошибки его размеров. Вот таким образом у нас будет выглядеть функция ошибки для центра кота, и плюс еще две функции среднеквадратичной ошибки для масштаба ошибки в его размерах.